Как сообщило Министерство труда и социального развития страны, в этом году процесс назначения статуса инвалид упростят. Также на конференции был презентован документ, в который были внесены некоторые изменения процедур прохождения медико-социальной экспертизы Кыргызстана для людей с ОВЗ. А также дополнен перечень заболеваний, дающих право на экспертизу без стационарного обследования, добавил министр труда и социального развития Кыргызстана Улубек Кочкоров. Задачей межведомственной рабочей группы было пересмотреть действующее положение по определению инвалидности, максимально снизить коррупционные риски и прекратить излишнюю волокиту и необоснованные отказы в продлении инвалидности или необоснованные занижения группы инвалидности. Итогом явилось, что 1 июня текущего года правительством принято постановление за номером 282, согласно которому перечень заболеваний, дающих право на правление на экспертизу без стационарного обследования, значительно расширен. Представители общественного объединения «Рука в руке» были очень рады внесенным изменениям положения относительно детей, страдающих аутизмом, потому как для детей, страдающих тяжелыми врожденными патологиями, прохождение медицинской экспертизы является очень сложным и болезненным процессом в прямом смысле этого слова, поделились в обществе. Раньше нас включили сейчас в перечень заболеваний без стационара, чтобы ставить диагноз. Это такая огромная победа для нас, потому что в силу специфики наших детей, отсутствие социального контакта, коммуникации с поведенческими расстройствами, они очень тяжело переносят новую обстановку новых людей. И родители, даже если им нужна была для ребенка инвалидность, многие не шли на это, потому что были очень большие жалобы, что когда ребенка оставляют в стационаре, то вот в силу своих особенностей они теряют свои навыки и очень состояние ребенка ухудшается. То, что вот неделями, месяцами, годами нарабатывалось, он за эти пять дней, пока там лежит в больнице в разрыве от родителей, то он теряет эти свои навыки. Была проведена огромная работа в части расширения перечня заболеваний, дающих право направления на экспертизу бессанитарного обследования. Данные изменения коснутся около 20 тысяч человек с такими заболеваниями, как аутизм, глухонемота, глухота, умственная отсталость, сообщили представители Республиканского центра медико-социальной экспертизы. Ну, если говорить о документе, то у нас документ называется «Постановление правительства о медико-социальной экспертизе», номер 68, 31 января 2012 года. Мы внесли изменения, буквально документ вышел 1 июня 2020 года, 282 номер. Значит, намного стало проще, может быть, скажу, повторным. Повторной госпитализации требоваться не будет сейчас у многих наших пациентов, граждан, которые ранее проходили, то есть расширен спектр этих заболеваний. Но спектр заболеваний перечислять не буду, потому что там очень много, там более 60 нозологий сейчас получается. Наверное, станет намного проще. Очень часто поднимались вопросы, особенно вот у детей с Дауна, с аутизмом. Принятые нововведения существенно снизят коррупционные правления в работе медико-социальной экспертизы, а также значительно повысит защищенность социально уязвимых слоев населения и способствует восстановлению социальной справедливости. По данным министерства, на начало текущего года в республике проживают 193 778 лиц с ОВЗ, из них 32 013 являются дети до 18 лет.